Шапочку и снуд я буду вязать из пряжи Drops Nepal. Это очень популярная пряжа от Drops. По составу это 65% шерсти и 35% альпаки. В 50 граммах здесь 75 метров. Моточки по 50 грамм. Рекомендуемые спицы номер 5. Образца 17 петель 10 сантиметров. Я попадаю в эту плотность. Этот горчичный цвет номер 29-23. Вязать шапочку я буду на спицах двух размеров. У обоих спиц будет леска 40 сантиметров. Первый размер меньше это 4 и второй пятерочка. Также мне понадобятся чулочные спицы для закрытия макушки. Чулочные спицы номер 5. Вот маркер, ножницы и игла для закрытия. Стандартный набор для вязания шапочки. Значит, на спице меньшего размера нам надо набрать 93 петли. Как отмерить кончик, чтобы не оставался после наборного края длинный хвостик? Значит, достаточно обернуть спицу такое количество раз, сколько петелек нам надо набрать. Нам надо набрать 93 петли. Значит, мы оборачиваем спицу 93 раза. И таким образом определяем длину необходимого нам отрезочка для набора. Так, 93 петельки. Мы отмерили необходимый нам кончик. И набираем на спице меньшего размера, на четверочку, 93 петли. Обычным способом. Набрали 93 петли. Проверяем, чтобы все петельки смотрели в одну сторону. И начинаем вязать. Смыкаем вязание в круг. Вот таким вот образом. Вяжем классическим способом. Лицевые провязываем за переднюю стеночку. Нам надо связать два ряда лицевыми петлями. Забыла повесить маркер. В следующем ряду повешу. Тут как бы видно еще, где начало ряда. Хотя можно обойтись и без маркера, и ориентироваться на кончик нити. Ну, с маркером, на мой взгляд, удобнее. Я довязала второй ряд лицевой глади. Теперь мы переходим на резинку 2х2. Две лицевые, две изнаночные. Изнаночные также провязываем классическим способом. Две лицевые, две изнаночные. И так вяжем до конца ряда. И заканчиваем ряд двумя изнаночными. Число петель наборных должно быть кратно четырем, чтобы нам легко перейти на резиночку 2х2. Теперь нам уже будет вязать легче. Петельки по рисунку. Видны лицевые, изнаночные. И продолжаем вязать резинкой, пока высота нашего изделия не будет 5 см. Я связала 5 см. резиночкой. Это 12 рядов резинкой, плюс 2 ряда лицевой глади. Значит, сейчас мы переходим на спицы номер 5, спицы большего размера. Сейчас одну петельку закончу. Переходим на спицы большего размера. Вторую также меняем. И начинаем вязать платочной вязкой. Значит, платочной вязкой один ряд все петельки лицевые, один ряд все петельки изнаночные. Все петли в первом ряду провязываем лицевыми. Вот здесь. Я распустила один ряд, поэтому у меня петли перекрутились. Я сейчас лицевые петли ставлю к себе лицом. В следующем ряду уже все петли будут развернуты нужной нам стороной и не надо будет переворачивать их. Ряд лицевыми петлями закончили. В следующий ряд все петли провязываем изнаночными. И так будем чередовать. Один ряд все петли лицевые, следующий все изнаночные. Лицевые все изнаночные. Следующий ряд у нас снова все петли лицевые. И так продолжаем вязать, пока высота от наборного края не будет 19 сантиметров, включая резиночку. То есть общая высота должна быть 19 сантиметров. Я связала 19 сантиметров от наборного края. Это 22 ряда платочной вязкой от резиночки. Закончила рядом с изнаночными петлями. И теперь мы начинаем делать убавки. Значит, убавки начинаем делать таким образом. Провязываем 21 петлю лицевой, то есть по рисунку. И две вместе лицевой. 21, две вместе лицевой. Так продолжаем до конца ряда. 21, две вместе лицевой. Угды. Итого лицевой. Продолжение следует... Продолжение следует... Двадцать один... Две вместе лицевой... Первый ряд убавок мы закончили. Сделали четыре убавочки. Я отмечу начало наших убавок, чтобы потом нам было легче ориентироваться. Следующий ряд по рисунку все петли мы провязываем изнаночными, без убавок. Итак, четные ряды, это второй ряд убавок, значит четный, мы будем вязать пока без убавок, вплоть до восемнадцатого ряда. То есть, пока вяжем их просто все петли изнаночные. Убавки делаем только в нечетных рядах. Третий ряд убавок. Сейчас мы будем делать убавки через каждые двадцать петель. Провязываем двадцать, убавка. Двадцать, убавка. И в таком ритме нам надо будет провязать вот этот ряд и еще один нечетный ряд. То есть, мы провязываем двадцать петель, убавка в этом ряду. Следующий ряд у нас четный, все петли провязываем изнаночные. Потом в нечетном ряду мы провязываем девятнадцать петель, убавка. Девятнадцать петель, убавка. И четный ряд, опять все петли изнаночные. Так, значит, пять. Потом ритм убавок у нас изменится. Три, шесть, девять, десять. И так вяжем до конца ряда. Три, шесть, девять, пять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пятый ряд убавок. Провязываем 19 лицевых, 2 лицевой вместе. Пятый ряд убавок. 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 Далее, потом через ряд будет 7 лицевых убавка, 6 лицевых. Этот ряд пока провязываем таким образом. Четные ряды, все петли провязываем изнаночными. Снова 8 петель, убавка. Пятый ряд убавок. Пятый ряд убавок. Пятый ряд убавок. Пятый ряд убавок. Девятнадцатый ряд. Пятый ряд сейчас мы будем вязать. Я уже перешла на чулочные спицы. Мало петелек осталось. Значит, в девятнадцатом ряду мы провязываем 2 лицевые, далее убавка. 2 лицевые, убавка. И так вяжем до конца ряда. Пятый ряд убавок. Делим. Ряду. Фотово. Ряду. 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 Продолжение следует... Двадцатый ряд, чётный. До этого мы все петли провязывали без убавок в чётных рядах. А в этом двадцатом ряду мы сделаем убавочки. Значит, провяжем две изнаночные. Убавка. Две изнаночные провяжем вместе. И так до конца ряда. Две изнаночные. Убавка. Провязываем две изнаночные вместе. Есть. Есть. И так до конца ряда. и последний двадцать первый ряд мы все петли провязываем по 2 вместе лицевой 2 вместе лицевой 2 вместе лицевой извиняюсь за звук все у нас осталось восемь петель обрезаем ниточку и закрываем при помощи иглы при помощи крючка как вам удобнее я закрываю иголочкой все петли переснимаем на иглу подтягиваем еще раз проходимся в каждую петлю и вот и и и Прячем нить на изнаночную сторону и прячем кончик с изнаночной стороны. Также потом спрячем кончик по изнаночной стороне от наборного края. Шапочка готова. С двух моточков у меня осталось столько ниток. Сейчас я ее отправляю в стирку. Вязать снуд я буду также из пряжи Drops Nepal. Это 65% шерсти и 35% альпаки. В 50 граммах здесь 75 метров. Рекомендуемые спицы номер пять, но в связи с тем, что я буду вязать в две нити, я взяла спицы номер восемь, круговые на леске 50 см. этот желтый цвет номер 2923. в две ниточки нам надо набрать 63 петли. плюс одна для замыкания в круг. набираем на одну спицу. в две нити. 64 петли мы набрали. смотрим, чтобы все они смотрели в одну сторону. И замыкаем вязание в круг. Перекидываем с левой спицы на правую. протягиваем ее через последнюю петлю на правой спице. Эта петелька у нас будет началом ряда. и мы ее будем провязывать цепочкой снятых петель. Значит, первый ряд мы начинаем вязать изнаночными петлями. я буду провязывать изнаночными за заднюю стенку. скинье. И еще одна. И еще одна. И еще одна. И вяжем до конца ряда. Мы дошли до конца ряда. Вот наша последняя соединительная петля. Ее мы провязываем лицевой за переднюю стеночку. Второй ряд. Все петли мы будем провязывать лицевыми. Кроме вот этой вот нашей последней. Вяжем до последней петли. Вяжем до конца ряда. Вот мы дошли до конца ряда. Вот наша последняя петелька. Ее мы провязывали сразу лицевой. И в этом ряду мы ее не провязываем, а снимаем как лицевую нить за работой. И повторяем. Следующий ряд. Все петли провязываем изнаночными. Кроме вот этой вот последней петли. Ее мы провязываем лицевой. И вот мы дошли опять. До конца ряда. Маркер нам в этом случае не нужен. Эта петелька очень выделяется. Ее мы провязываем снятую петельку лицевой. То есть в рядах с изнаночными петлями мы ее провязываем лицевой. А в рядах с лицевыми петлями мы ее снимаем нить за работой. Так. Дальше у нас ряд из лицевых петель. Вяжем до нашей последней петли. Дальше у нас ряд из лицевых петель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последняя петля... Ее снимаем... Нить за работой... Обычно при вязании по кругу платочной вязкой здесь образуется такая не очень красивая бороздочка. У нас же ее будет заменять вот такая вот цепочка из снятых петель. И так продолжаем вязать, чередуя до нужной нам высоты. Чередуя изнаночные петли, изнаночные ряды и лицевые. Дальше у нас изнаночные. Я связала 50 рядов в высоту. Очень удобно считать по бороздочкам. Одна бороздочка это два ряда. Вот так вот получается. И сейчас мы закроем. Закрывать будем изнаночными петлями, провязывая их за переднюю стеночку. Таким образом. Изнаночные. Закрываем. Изнаночные. Закрываем. Изнаночные. Закрываем. Закрыли последнюю петлю. Получается вот не очень красивая ступенечка. Поэтому провязываем, вытягиваем ниточку из первой закрытой петли. И протягиваем ее через нашу последнюю. Вытягиваем кончик. И потом мы его спрячем. Значит на снуд у меня ушло ровно три моточка. Остался вот такой вот небольшой кончик. Прячем кончики и отправляем его в стирку. Большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok